В Южной Корее создается крупнейшая в мире судостроительная корпорация. 11 марта 2019 года. bmpd.livejournal.com В Южной Корее создается крупнейшая в мире судостроительная корпорация. 8 марта 2019 года. Южнокорейская корпорация. Hyundai Heavy Industries, HHI Подписала официальное соглашение о приобретении другой ведущей Южнокорейской судостроительной корпорации. Dewu Shipbuilding, Ampersand, Marine Engineering, DSME Данное слияние приведет к созданию крупнейшей в мире судостроительной компании, на долю которой будет приходиться около 20% рынка мирового коммерческого судостроения, и в том числе более 50% рынка строительства газовозов, строящаяся для ВМС Южной Кореи на предприятии Южнокорейской судостроительной корпорации. Dewu Shipbuilding and Marine Engineering DSME ВОКПО Головная большая неатомная подводная лодка SS-083 ДОСНЕН ЧАНГ ХО Национального проекта KSS-3 Джанг БОГО-3 Перед спуском, 14 сентября 2018 года, S-1 БООН КАКАО ДОТКОМ Общий сводный портфель заказов на судообеих южнокорейских корпораций, которые и так делили первое и второе места в мире, на 1 января 2019 года составил 31,4 миллиарда дол, 21,2% от общемирового по стоимости, или 16,98 миллиона комменсированных брутотонн по тоннажу. Для сравнения, суммарный стоимостный портфель заказов двух ведущих китайских государственных судостроительных корпораций China State Shipbuilding Corporation, CSSC, и China Shipbuilding Industry Corporation, CSIC, которые также планируют объединиться, составлял 15,2 миллиарда дол. Две крупнейшие японские судостроительные корпорации имели общий портфель заказов в 12,6 миллиарда дол. В частности, суммарный портфель заказов HHI и DSME сейчас включает 70 LNG газовозов, суммарная стоимость 13,5 миллиарда дол, 52% в стоимостном исчислении и общемирового портфеля заказов, 25 LPG газовозов, 1,7 миллиарда дол 30%, 161 танкер, 9,6 миллиарда дол 20%, 70 контюнеровозов, 6,4 миллиарда дол 19%, и 26 балкеров, 1,9 миллиарда дол 3%. Считается, что новое объединение будет фаворитом на быстрорастущем рынке судов для перевозжей природного газа. Новое объединение будет также крупнейшим строителем боевых кораблей практически всех классов для ВМС Южной Кореи, и, видимо, в перспективе станет одним из ведущих игроков на мировом рынке военного кораблестроения. Сделка об объединении заключена в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, МУ, подписанным 31 января 2019 года, HHI, и мажоритарным акционером, DSME, Государственным Корейским Банком Развития, Career Development Bank KDB, которому принадлежит 55,7% акций компании. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих шести месяцев и ее стоимость составит более 2 TRLN1, 1,78 миллиарда дол. Сообщается, что по заключенному соглашению, КДБ передаст HHI свои акции DSME и в свою очередь купит на 1,25 TRLN1 акции HHI, которые затем будут переданы отдельному юридическому лицу. Таким образом, у HHI в результате будет 68% доля в объединенной компании, а KDB останется вторым по значению акционером с 18% акций. При этом Hyundai Heavy Industries будет разделена на две компании, одна из которых будет представлена на бирже. Сделка также предусматривает оказание через КДБ государственной поддержки на сумму 2,5 TRLN1, 2,25 миллиарда дол. Для покрытия большей части задолженности DSME в размере 2,6 миллиарда дол. С поглощением, головная холдинговая структура Hyundai Heavy Industries Group будет иметь 4-4 дочерней компании Hyundai Heavy, Hyundai Samho Heavy Industries, Hyundai MyPo Dockyard и Dewu Ship Building. HHI, как сообщается, имеет необходимые средства для обеспечения сделки денежные и обналичиваемые активы компании составили 2,7 TRLN1 на сентябрь 2018 года. Кроме того, HHI в январе 2019 года также согласилась продать энергетическую дочернюю компанию за 1,8 TRLN1. Причиной поглощения DSME стала ее хроническая убыточность в последние годы и обремение большой задолженностью. Фактически компания имеет перманентные финансовые проблемы с момента краха всего чьей боли группы. Dewu в результате азиатского экономического кризиса 1997 года. В попытках преодолеть свои экономические проблемы DSME с 2015 года заняла более 7 TRLN1 у государственных кредиторов, включая KDB. Это финансирование было осуществлено в обмен на активы и обязательства DSME провести реструктуризацию и оптимизацию своего бизнеса. В целом государство на последние 10 лет потратила на помощь DSME более 10 TRLN1. HHI также подверглась реструктуризации активов в последние годы, чтобы решить свои экономические проблемы. В результате реструктуризации доходы HHI и DSME в последние годы снизились. В период с 2015 по 2017 годы выручка HHI упала на 49% до 10,1 TRLN1, хотя операционная прибыль выросла до 13,8 миллиарда вон. Выручка DSME за тот же период упала на 23% до 10,6 TRLN1. В период с 2013 по 2016 годы DSME понесла значительные убытки, хотя в 2017 году впервые получила операционную прибыль в размере 716 миллиардов вон. Сообщается, что правительство Южной Кореи в целом без энтузиазма отнеслось к созданию мегакорпорации, опасаясь монополизации и ухудшения конкуренции в судостроительном секторе. Профсоюзы HHI и DSME также резко выступали против поглощения, опасаясь, что оно приведет к значительным сокращениям рабочих мест в ходе неизбежных реструктуризаций и демонстрации рабочих. DSME уже привели к беспорядкам у штаб-квартиры. KDB в Сеуле. Банк KDB предлагал свою долю в DSME, также и другой крупной южнокорейской судостроительной корпорации Samsung Heavy Industries, но та в итоге в феврале отказалась от приобретения DSME, сочтя ее экономическое положение слишком обременительным. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.